Добрый день, меня зовут Венер Фаритович. Сегодня рассмотрим тему по генетике «Первый закон Менделя». Его еще называют «Закон единообразия или правила доминирования». На примере моногибридного скрещения рассмотрим. Здесь на экране видно, значит, поэта родители, F1 потомки. Здесь пока без гомет, просто фенотипы смотрим. Значит, один родитель черный по фенотипу, да, внешний, другой белый. Скрестили, все потомство черное, единообразное, 100% одинаково и похоже на одного из родителей. Вот так внешне выглядят фенотипические «Первый закон Менделя». То есть все потомки одинаковые, похожи на одного из родителей. Этот родитель, как бы, и будет доминантным признаком. Теперь пропишем генотипы. Значит, рецессивный, понятно, чтобы он проявился, а фенотипический должна быть гомозигота. То есть обе одинаковые рецессивные эти аллели. А малая-малая. Белый цвет рецессивный. Чтобы проявилось доминирование, доминантный, как бы, фенотип, ну и генотип тоже должен быть гомозиготный. Гомозиготный, то есть одинаковый, оба аллеля, а большой-большой черного цвета. Дальше смотрим гометы. В кружке, значит, у черного кролика один тип гомет, ну, потому что он гомозиготный же, да, а большой-большой, ну, а большой-то одна гомета. Один вариант. У белого кролика тоже один тип гомет, а малая. Скречем ик-1 соединяем, то есть один родитель дает а большую, второй а малую. Вместе будет вот а большое-малая. Это генотип потомков. Так как гометы по одной, один умножаем на один, то есть один вариант потомков. То есть больше не будет. То есть они все будут, ну, КП. Одинаково, да, между собой. Ну, и смотрим, в данном случае они гетерзиготы 100%, фенотипически черные. То есть все черные. И по фенотипу, и по генотипу. Вот это и есть правило доминирования. Оно будет проявляться и в дегибридном скрещении. То есть мы там просто анализируем как бы по отдельным признакам, допустим, цвет и мохнатость, например. Ну, допустим, там скрестили черных там мохнатых, белых там каких-то, да. Появились там черные такие-то и черные другие-то. То есть по цвету видите, все черные. То есть то, что они мохнатые, КП тоже второй делает. То есть это второй, да, или по цвету они единообразные. Вот или наоборот по мохнатости там escрестили-то. Ну, там неважно, какого цвета. Значит, одни мохнатые, вторые гладкие. Получились разных цветов, но как бы все мохнатые, допустим. Это тоже будет доминирование по именно мохнатости. Просто отдельно признаки анализируем. Ну вот, такой вариант. В принципе, ничего сложного. Спасибо за внимание.